Добрый день, уважаемые зрители! С вами канал Сибирский Сад, Людмила Борисовна. Февраль месяц. Самое время подготовиться к дачному сезону так, чтобы у нас все прошло замечательно, чтобы все у вас хорошо выросло, чтобы вы нигде не бегали, не прыгали, не искали чего-то, что вам не хватит именно в сезон. А, как говорится, все надо делать вовремя. Поэтому, что надо сделать сейчас в феврале обязательно? Для того, чтобы у вас все выросло, чтобы у вас никаких проблем не было, все было красивое, хорошее, всего хватило. И сделать это было максимально просто и удобно. Начнем, наверное, по порядку. Самое главное, ну раз у нас дачный, цветочный и так далее сезон, то надо проверить свои семена. То есть, разобрать все по кучкам. Зелень, корнеплоды, морковка, перец, огурцы, томаты. Все перебрать, посмотреть. Если у вас есть записи, поднимаем записи и читаем. Понравилось у вас, не понравилось. Что вы будете садить повторно в сезоне, что не будете садить. То есть, семена, допустим, ну помидор у меня очень много, помимо того, что в пакетиках у меня они собраны, скажем так, целая куча тут упакована своих семян, которые именно семенами размножаются. То есть, смотрим, изучаем, записываем. Записываем все, что нам надо и сколько у нас есть. Потому что, допустим, ну вот морковка, да, есть, ну, наверное, у вас так же, как у меня. Есть семена, которые не начатые пакеты, не открытые. Проверяем, кстати, срок годности у них, чтобы соответствовал. Вот, есть открытые пакетики, но они там тоже остались. То есть, все смотрим, делаем ревизию. Считаем, сколько чего нам надо докупить. По сортам время еще есть посмотреть, те культуры, которые мы будем уже сеять непосредственно в почву. Понятно, что помидоры уже вы должны практически все приготовить. Время посадки уже вот-вот наступит. А в южных регионах, наверное, уже и начинают посадку. Я сажу маленько позже, с середины февраля, начиная с высокорослых томатов и до 8 марта включительно. Перцы смотрим. Перцы тоже ранняя культура, так же, как и баклажаны. Перцы тоже смотрите, выбирайте, что вы будете садить. Чтоб вам было интересно, обязательно купите какие-нибудь новинки. Новинки для вас. Возможно, вы уже читали, где они как растут, но не садили. И тогда именно работа в саду, в огороде будет интересна. Когда что-то новенькое. Каждый сезон обязательно должно быть что-то новенькое. Я в этом году посажу огурдыню, попробую. Очень рекомендуют желтую свеклу. Вот купила золотой шар, что она сладкая и вкусная. То есть желтую свеклу, например, я не садила, так же, как огурдыню. Кстати, друзья, те, кто записывался на семена гороха, на высокорослый этот мой трехметровый горох, я всех помню, вы все записаны у меня, кто писал на электронную почту. Но вот сколь могу, столь отправляю. Вот сколь вырастет, опять по порядку, начиная со старых, всем буду отправлять. Вы никуда не потерялись. А там уже буду писать, вы будете смотреть, надо вам или вы уже передумали. То есть не переживайте на эту тему, все записаны. По семенам, значит, мы с вами прошлись. Для огорода нам обязательно нужны будут какие-то подкормки, какая-то помощь растениям в случае заболевания или не очень хорошей ситуации с ними. И наверняка все равно какая-то химия. Химия у меня тоже вся лежит отдельно, я ее на стол все не понесла. То есть все равно мы, как бы, какой органический сад у нас, огород не был, чем-то мы с вами пользуемся в экстренных случаях. То есть по удобрению тоже прошлись по списку все, что вам надо, приобрели. По химии тоже. Февраль. В нашем регионе, да я думаю, везде, время купить, время уже приобретать лук-сивок. И правильно его хранить. Я уже в видео вот показывала, почему именно это надо делать очень рано. Потому что самый первый посадочный материал, который приходит, он идет самый качественный. Он идет в рефрижераторах, он правильно хранится. И дальше вы его покупаете, приносите домой, просушиваете и в холодильник на хранение. Как это все делать, я вам показывала. Можете посмотреть еще раз. То есть лук-сивком, если вы его сажаете, не затягивайте. Уже пора, пора приобретать его. Также надо сделать ревизию своим луковичным, которые у вас хранятся. Это гладиолусы, это чеснок-олук, это просто чеснок. То есть все проверьте, переберите, чтобы они не начали расти. Подготовьте все. Семена у нас с вами есть. Все записали, подготовили и переходим к посадочным емкостям. Куда вы будете садить. Это немаловажно. Это тоже надо приготовить уже сейчас и заранее. Если у вас сохранились старые баночки какие-то, ну мы же покупаем с донышками и прочие, кассеты. Еще раз все достаем, делаем ревизию. Промываем, растворим марганцовки, просушиваем, подготавливаем, считаем. Хочу вам показать еще один вариант приготовления удобных стаканчиков. При пересадке мы просто так же выдавливаем донышко и аккуратненько переставляем. Для тех растений, которых нежелательно разрушать земляной ком. Да, я думаю, и любым саженцам это будет приятно. Делаем с подручных материалов очень просто, быстро, ну естественно, экономично. Для этого нам потребуется обычная пластиковая бутылка, прозрачная. Разрезаем на три части, то есть удаляем донышко по ровному краю. Если у вас полосочки, то будет удобно рисочки. Отрезаем горлышко, вы знаете, чуть-чуть можно его либо по самому краю, либо чуть-чуть где поуже становится. Ну, как бы, можете и посильнее, но это не принципиально. Разрезаем на три таких части. И вот это донышко в узкую часть, которая у нас была узкая часть, вот таким образом помещаем. Если вы отрезали баночку ровненько, вот этот край, то просто вот на стол поставили, придавили. Можно чуть-чуть подальше выдвинуть, но тоже подровнять, чтобы было ровно. Вот так вот делаем. Так, еще раз, чтобы наш стакан был ровный. Все, у нас готов такой стакан. Заполняем землей, выращиваем свои саженцы. Объем получается, во какой большой. И так же, как с покупными стаканчиком. При пересадке берем и просто выдавливаем донышко. Все, просто, удобно до беспредела, так сказать. И никаких затрат. Я думаю, водичку мы все когда-то пьем с вами. Если хотите, можете в донышке сделать дырочки. Для тех, кто боится, что перельет. Как еще один вариант, как готовить посадочные вот эти стаканы, я вам тоже уже показывала вот в этом видео. То же самое вы можете сделать с гораздо меньшими бутылочками. То есть, бутылки есть пол-литровые, 0,3 литра. И получаете так же стаканчики, какие вам надо. Меньшего диаметра и с таким выдвижным донышком. Очень рекомендую. Следующее, что надо сделать, это именно сейчас найти какой-нибудь, в любом источнике, вот такой посадочный календарь. Пусть он будет называться лунным календарем или как угодно. Но, верите вы, не верите в него. Тем не менее, очень удобно видеть, в какие дни, что желательно делать. И если вы планируете, то, так сказать, в это время и делайте. Тем более, в дни, когда полнолуние и новолуние, ничего не желательно делать. Поэтому надо это видеть. То есть, вот такой посадочный календарик уже пора приобрести. Потому как время посадки цветов, баклажан, вот-вот помидор уже подошло. Это надо сделать тоже обязательно. Семена есть, баночки есть, грунт. Что мы делаем с грунтом? Тоже надо подготовиться. Мы можем садить в свой грунт. Если вы садите в свой, с осени подготавливаете все, то надо его принести и тоже еще раз до посадки, а не один раз, а пару раз, надо его подготовить. Каким образом? Сейчас я вам покажу. Послушайте внимательно звук. Вот, слышите? Все. То есть, если вы почву предпочитаете свою, приготовленную с осени, определенный состав, который вы приготовили, то обязательно надо его принести домой и проморозить. Вот, слышите, да? То есть, он полностью застывший у меня, этот грунт. То есть, вы выносите его на улицу, чтобы он замерз, застыл. Например, у нас минус 28 сейчас температура. То есть, грунт полностью должен промерзнуть. Потом заносите домой, ставите, он оттаивает у вас. И все сорнячки, которые тут были, пробуждаются и начинают расти. Маленько отросли, но обычно это там в пределах полторы недели. Опять выносите его на улицу, замораживаете. Желательно минимум 2 таких цикла сделать, для того, чтобы еще раз подготовить свой грунт к посадке. Именно убрать вот эти нежелательные сорняки. Это надо сделать обязательно. Если вы используете свой грунт, то все равно какие-то добавки наверняка добавляете при посадке. Это почти обязательно. Все садоводы, кто пробовал, это понимают. Поэтому тоже надо пойти и приобрести или проверить, чтобы у вас был обязательно вермикулит. Он разрыхляет почву, делает ее влагоемкой. И понравился мне такой, такая почва, как почва брикет. Знаете, как я долго сопротивлялась, но тем не менее, я стала их брать и добавлять в почву. Очень хорошо к нашей садовой земле. То есть он разрыхляет эту почву. Он тоже обеззараженный, чистый. И именно вот рыхлость дает для рассады, для сходов. Это очень важно. И также можно попробовать. Вы знаете, вот цветочки мы садим иногда вот такие микроскопические стаканчики. Да даже если и вот в такие стаканчики. Земли буквально совсем небольшое количество. Сложно, ну сложно, не сложно, но их надо поливать и следить, чтобы они не пересыхали. Поэтому какое-то время в такие емкости я стала добавлять гидрогель. Буквально совсем по капелюшечке. Ну понятно, на такой объем вы можете не в почву замешивать, а прям в стаканчик, вот там сколько-то, несколько таких гранул класть. Очень хорошо, это знаете, как вот буфер на всякий пожарный случай. Мало ли, что где-то жара была, а вы на работе не полили, солнце выглянуло или еще что-то, или перелили. Вот этот гидрогель тоже спасает. Это все очень просто, согласны? Помимо этого, в почву обычно мы всегда добавляем залу. Залу, если вы покупаете, то это один вопрос. Если вы ее готовите сами, а ее очень просто приготовить самим, очень хорошую, то желательно взять с картофельной ботвы. Там самое большое содержание калия, фосфора. Если нет картофельной золы, если вы картошку не садите, то самая идет лучше с траву, сжигание травы. Нет, значит лиственная, то есть не хвойная зола. И такой момент, что обычно перегной добавляем. Либо он у вас свой, либо для рассады на первом этапе. Все-таки тоже можно взять магазинный, гранулированный или вот мелкий, тоже, который уже весь обеззараженный, обработанный для питания наших растений. Вот именно на первом этапе можно этот перегнойчик добавить. Это примерно все, что нам надо сейчас подготовить к посадочному сезону. И берем, я думаю, у вас есть уже какой-то блокнотик и все там записываем. Записываем все семена, записываем химию, какая нам нужна. Записываем препараты для поддержки, новинки, чтобы у нас все это было. Планирование грядок на участке прекрасное дело, но это можно сделать в любой момент. Сейчас весной уже все-таки вот уже более конкретные вещи. И февраль, март пора уже заниматься с посадкой тех растений, которым пришло время и срок. А также почеренковать то, что вы оставляли себе на хранение. Питунью начинаем черенковать вегетативную. Я вот уже начала ее тоже черенковать. И сейчас покажу вам. Вот у меня, видите, какие они отросшие. Все это я сейчас тоже буду все черенковать и ставить на укоренение. Остатки цветочков остались. То есть те растения, которые вы оставляли дома для черенкования, сейчас уже подошло время тоже черенковать. Не забудьте, не упускайте время, потому что таким вот древовидным им надо время на укоренение, чтобы они хорошо укоренились и уже тронулись в рост. Также пора доставать уже и черенки винограда, кто занимается виноградарством. А на этом на сегодня все. С вами Сибирский сад, Людмила Борисовна. Пока просто прошлись по тому, что нам надо сделать и приготовить в феврале месяце, чтобы не забыть и спокойно начинать дачный сезон. Все просто, но все надо делать вовремя. Смотрю, лежит у меня тут томатик. Не устаю им восхищаться. Кто любит черри, это вот, ну правда, не реклама, очень рекомендую. Посмотрите, у меня есть видео этот томат черри. Он у меня тоже вырастает в открытом грунте, огромными кистями, ростом выше меня и с очень большим урожаем. Но пока я не нашла альтернативу лучше черри, чем вот этот. Называется вишня красная и вишня желтая. Итак, с вами канал Сибирский сад, друзья. Садите, высаживайте, выращивайте прекрасные огурцы, томаты, морковь, свеклу, зелень. Зелень надо прям уже садить вот-вот начинать, только земля оттает. И пусть все у вас вырастет. Людмила Борисовна, Сибирский сад. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok